Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Продолжаем с вами тему лекарственных растений, листьев деревьев и так далее. И перед вами вот такое красивое-красивое растение. И оно называется брусника. И мы с вами сегодня будем разбирать листья брусники. Очень-очень полезные листья брусники. А чай из них замечательный. Сами ягодки мы затрагивать сегодня не будем. В моем блоге уже есть брусника. А разберем с вами лист. Брусничный лист. Его природные свойства. Используемые в народной медицине, в официальной медицине. И по порядку, значит, разберем химический состав этого растения. Значит, химический состав растения в этом листе. А брусничном листе. Вот перед вами листья брусники. Посмотрите, какой красивый чай бывает. Значит, как я говорила, там в листе брусничном находится 10% дубельных веществ. А дубельные вещества обладают противовоспалительными и вяжущими свойствами. И тем самым используют от диареи. Далее. Обладают такими полезными веществами, как фитоциды. Фитоциды что делают? Уничтожают микробы. Фалаваноиды. Каротиноиды. Фенольные гликозиды. 9%. Они что делают? Снимают воспаление. Обладают мочегонными свойствами. И я вам хочу сказать, что брусника вообще-то очень полезна, у кого проблемы с циститом. Очень полезна. И ягода, и листья. Значит, органические кислоты. Здесь присутствуют витамины, такие как А, С, Е и группы В. Набор микроэлементов, лечебные свойства, которые очень-очень многогранны. То есть, там находятся кумарины, способны расширять сосуды и улучшать кровоток. Снижает риск тромбоза. Мы с вами говорим, друзья, о листе, не о самой сейчас ягодной. Значит, в чистом виде лист брусника используются при заболевании, чаще всего связанной с работой выделительной системы. То есть, я уже сказала выше, мочегонными свойствами обладают. Еще с давних, давних времен, наши предки пользовались вот этим листом для восстановления. То есть, мочегонными свойствами. То есть, вместо медикаментозного применяли, значит, вот этот лист. Он по своему биохимическому составу относится даже к тем препаратам, которые изготавливаются в медикаментозном. Значит, лечебные свойства. Полезные свойства листа брусника используются как основное вспомогательное средство. Для лечения какого-то вспомогательного средства. Не забывайте, что все травы, корни и так далее, они не лечат. Это вспомогательные, то есть, дает облегчение, так скажем. То есть, курс должен быть этими всякими лекарственными травами длительным. Далее переходим, значит. Я немножко отошла от темы. Значит, применяется, значит, при заболевании, для лечения таких заболеваний, как урология, неврология. Это основное, значит, медицинное, это основное направление в медицине, при медицине, где находится применение листьев вот этого кустарника. Вот такой препарат изготавливают. Напиток из листья брусника пытается свойство выводить в шлаки. Сейчас я вам покажу, какой он красивый. Посмотрите, какая красота. Ну, просто красота. Значит, вот этот напиток из листа брусники обладает свойство выводить в шлаки. Излишнюю жидкость. Вообще, лист брусники, он просто направлен на то, чтобы выводить в жидкость. То есть, даже у тех людей, у кого отеки. Снимает отечность очень хорошо даже за счет своих удубельных веществ. Листные брусники полезны так же, как для женщин, так и для мужчин. Очень для женщин это просто кладезь и помогает и при экономических периодах. Далее, дальше. Обладает, значит, целебными средствами. Значит, я уже сказала, для снижения шлаков, кислотности желудка, для повышения защитных сил организма, в качестве средства улучшения пищеварения, улучшения состояния кожи, жаропонижающий напиток. Друзья, это немаловажно. Даже помогает ее уже неврологии при нестабильной психии. Для улучшения белкового обмена, значит, отвара из брусники, полезное лечение даже герпеса, артрита, сахарного диабета, астехандроза. В ряде случаев используется для профилактики при железодефицитной анемии. Вот, алисты для чего. И дополнительные лечебные средства при аллергиях. Видите, даже он не очень, значит, аллергенный. Но я попозже вам скажу противопоказания. Противопоказания. Далее. Вот, я вам скажу, вот сейчас приходим к противопоказаниям. Листья брусники при беременностях и отеках. То есть, в первом 3 месяце этот лист брусники можно употреблять. То есть, идет у женщин отечность и можно употреблять. Потом уже все нужно употреблять, особенно у тех, кто хронически больный. И консультация с доктором обязательно. Вот так, что для же и для беременности можно употреблять. Ну, вообще, я уже сказала, что лист брусники – это мочегонное средство. И об этом вы не забывайте. Он применяется, этот лист, при пилении фрики, мочегонной болезни, желчнокаменной болезни. То есть, а желчнокаменная болезнь здесь должен быть поосторожнее и консультация с доктором. Там камень – это очень опасно. Почему здесь? Желчнокаменная болезнь очищает протоки. Протоки печени. Вот для чего этот лист для желчи не необходим, а просто применяется уретро, энурез и цистит. Ну, вот видите, все, что связано с почками. Этот лист очень полезен в этом плане. Лист брусники даже хорошо для похудения. Почему? Потому что вот он выводит вот эту жидкость. И человек может потерять 1-2 килограмма, если принимать по схеме. Все это консультация с доктором. Я вам сейчас, значит, попозже... Как применять лист брусники для почек, вот хочу сказать. Значит, в некоторых случаях необходимо, значит, когда вы употребляете лист брусники для почек, он что делает? Снимает воспаление, уменьшает боль, приводит в норму артериальное давление, улучшает обменные процессы, повышает сопротивляемость в организме. Ну, и курсы должны здесь 10 дней. И так 10 дней только. Ну, 10, там, 2 недели. Не больше, потому что это... С почками вообще нужно быть осторожным, что-то такое применять. Консультация должна быть, потому что там у вас может быть камни там, но это все индивидуально. И, как я сказала, я скажу рецепт. Значит, брусничный настой, мчегонный настой применять, значит, что нужно брать? 5 сушеных брусничных листьев, 5 грамм, то есть, извините. Заваривать 100 грамм кипятка, наставить в течение часа, процеживать и делить на 4 порции. И применять до еды в течение дня. То есть, 4 раза. Также из листьев, на основе листьев готовят водочный настой. Тоже применяется при мочеполовой системе, при болезни почек. Чай. Очень, видите, как широко используется чай из листьев брусники. Здесь, ну, состав такой для чая. 1 столовая ложка сухих листьев, заливается 200... 1 столовая ложка. Ну, и 200 грамм доводят до кипения, процеживают и применяют 1, 2 стакана 3 раза в день. Вот так что, вот такие рецептики. Ну, и так, друзья, здесь очень много рецептов. Если вам интересно, вы зайдите в сеть интернет и посмотрите. Лист брусники. И там масса-масса рецептов. Я вам все вкратце это говорю. То есть, я вас информирую о том, что есть такой кустарник, как брусника. И сегодня, в данный момент, мы разбираем лист брусничный. Лист, друзья. Значит, сбор листа, я вам хочу сказать, собирается... Собирается он до цветения. Как я во других блогах вам все время говорила. До цветения. Самое-самое желательно собрать до цветения. И очень интересно. Этот лист можно хранить 3 года. Это тоже очень хорошо. Ну, и противопоказание, как я сказала, беременность только в том периоде, который там уже других периодов, там других триместрах. Значит, во время грудного скармливания тоже. И детский возраст до 12 лет. Значит, применение. Ну, у кого там проблемы. Вот видите, здесь вот не пишут, что они, он противопоказан при аллергии. Так что, в основном, он не аллергенный. У кого потеря веса большая, то тоже ее нежелательно употреблять, потому что он вводит много жидкости, этот лист. И вот тоже. Вот еще одно противопоказание. Так что, аллергическая реакция здесь не очень. Противопоказание. А просто индивидуальная непереносимость. Так что, друзья, будьте здоровы, берегите себя, не забывайте о себе любимых. Пользуйтесь налогими средствами, но только в разумных дозах. И с консультацией лечащего доктора. Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока. До новых встреч.